А в Москве силы увезли в военкомат преподавателя Даниила Мятина. Об этом пишет издание Докса. Мятин болен, у мужчины диагностировали рак, он перенес операцию, но это не помешало комиссии признать его годным к службе. Как рассказывает мать Даниила, в военкомате ее сына назвали живым мясом и пообещали даже вскоре отправить на фронт. Сейчас Даниил, как было известно, на сборном пункте на Угрешской-3, к нему не пускают родственников. А журналист Дмитрий Колизев замечает, что Мятин провластный активист, участник движения «Волонтеры Победы», но вот, впрочем, это движение сейчас не говорит о незаконном задержании доставки в военкомат Даниила Мятина. С нами на связи Никита Петреев, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Даниил, вот что происходит с ним в эту минуту? В настоящий момент он находится на сборном пункте у Угрешской, и ожидает отправки в воинскую часть. По предварительным данным, это будет какая-то подмосковная часть где-то в районе Щелково. Я вот читала, в разных СМИ писали по-разному, кто-то даже упоминал, что Даниила мобилизовали, но, как я понимаю, речь идет о срочной службе, правильно я понимаю? Все верно. Это призыв именно на срочную службу. И на самом деле в отношении Даниила в принципе нельзя было осуществлять каких-либо призывных мероприятий, поскольку он является преподавателем, и для преподавателей закона воинской обязанности устанавливает свои сроки осуществления призыва. Я напомню, что призывать преподавателей могут только в весенний призыв. В осенний призыв преподавателей призывать нельзя по закону. Расскажите о том, как его, собственно, забрали. То есть, опять же, сообщали, что это произошло насильно, что ему буквально не дали возможности ни с кем связаться. Как это было, расскажите. 23 декабря утром, рано утром, к нему пришел сотрудник полиции, который в довольно грубой форме потребовал от него пройти с ним. Его доставили в ОВД по ЗАО. Далее оттуда уже в Хорошевский ванкомат. То есть, чаяния и интенции полиции в данном случае были вполне ясны. Они выполняли задания для военкомата. Это не единственный случай. К сожалению, сейчас полиция очень сильно вовлечена во все процессы, связанные с призывом, который, по нашим предположениям, он должен закончиться вот скоро, через неделю. Поэтому, как мы полагаем, для того, чтобы наверстать упущенное, они, собственно, и привлекли сотрудников полиции для таких вот массовых облад. Расскажите подробнее, насколько, опять же, это будет корректно и возможно. Собственно, о том, почему, помимо того, что он преподаватель, Данил не может быть призван, потому что, опять же, в публичном доступе упоминалась информация о том, что он болен, что он недавно перенес операцию. Расскажите подробнее об этом, насколько возможно. Я не могу в деталях обсуждать его диагноз. Тем не менее, у него действительно было диагностировано онкологическое заболевание. В 2019 году у него началась ремиссия. Он поборол рак. Однако, помимо этого, у него еще было около семи травм, связанных с головой. То есть, это сотрясение. В общем, жалобы на здоровье у него были. А почему, опять же, цитировали мать, в том числе, издание ДОКС, мать Данила? Она говорила о том, что ему угрожает отправить на фронт его. Что об этом известно? Что с ним происходит в военкомате? То, что цитирует это издание, вероятно всего, со слов матери, которые заявили о том, что ваш сын пушечное мясо, и он отправится на фронт. К сожалению, мы не можем утверждать, будут ли эти угрозы воплощены в жизнь или нет. Но это слова военного комиссариата, сотрудников военного комиссариата. По крайней мере, они были в таком ключе поданной матери. И более того, как мы понимаем из разговоров, позиция военного комиссариата такая, что все вот эти законодательные нормы, касающиеся сроков призыва, основания для срочки и так далее, они для них в настоящий момент де-факто имеют второстепенное значение, поскольку такая вот ситуация складывается в нашей стране. И, вероятно, это также связано с провалом мобилизации в Москве. Я вас поняла. Мы будем следить за этой историей. И я надеюсь, что публичности поможет привлечь к ней внимание и, собственно, избежать человека, который не должен быть призван на срочную службу этого призыва. Это был Никита Петреев, адвокат, который помогает Данилу Мятину, преподавателю из Москвы, у которого диагностировали онкологическое заболевание. Но вот, тем не менее, сейчас он был призван на срочную службу. Продолжение следует...